Всем добрый день! Всем добрый день! С одной стороны, с другой стороны, в процессе эволюции непосредственно в человеческой популяции тоже происходят постоянные мутации, постоянные замены, которые приводят, ну, в частности, к тому, что иммунная система приспосабливается к вирусу, вырабатывается тела, вирус, соответственно, начинает противостоять этим механизмам и вырабатываются определенные мутации, которые могут перезайти иммунный ответ. Вместе с тем, всегда мы говорим об именно минокислотах и о тех заменах, которые происходят в белках. Соответственно, в нашей работе мы решили рассмотреть не только сами минокислотные замены, но в первую очередь посмотреть на молекулы РНК и посмотреть, какую роль может играть вторичная структура геномных сегментов в эволюции вируса. Соответственно, одной из нашей целей был как раз вирус гриппа и один из генов, который кодируется, находящийся в восьмом сегменте, который кодирует два основных белка вируса гриппа. Первый – это белок НС1, здесь он на слайде представлен, это основной неструктурный белок вируса гриппа. Основная его функция заключается в том, что он является антагонистом интерферона, то есть регулирует некий иммунный ответ организма. С другой стороны, это один из самых многофункциональных белков вируса гриппа, и он отвечает за десятки, если не сотню различных взаимодействий между вирусом и клеткой. С другой стороны, второй белок, который кодируется этим геном, это НЭП, белок ядерного экспорта, как видно из названия. Основная функция этого белка – это экспорт геномных сегментов из ядра в цитоплазму. Структура этого гена представлена на данном слайде. Как вы видите, две МРНК, кодирующие НС1 и НЭП, образуются в результате альтернативного сплайсинга. И было выяснено в работах еще до нас о том, что вот этот плюс нить РНК этого геномного сегмента содержит две вторичные структуры. Вот здесь они представлены на этой картиночке, и видно, что эти структуры находятся рядом с сайтом из сплайсинга. Соответственно, это открытие было сделано порядка десяти, если не больше лет назад. И, собственно говоря, роль этих вторичных структур с тех пор начала изучаться. Что сделали мы? На первом этапе работы мы провели инсилико-анализ, решили посмотреть, насколько эти структуры консервативны у всех вирусов гриппа человека, и меняется ли их структура во времени. Вот на данном слайде представлена такая вот схематическая, физиологенетическая схема для каждого из участков. Слева представлено изменение вторичной структуры РНК в первом сегменте, который находится рядом, в области 82-148 нуклеотидов, а справа, соответственно, во второй области 497-564 нуклеотида. Это филогенетическое дерево было построено, датировано начиная с 1918 года, да, это та дата, когда был обнаружен минус испанки в 1918 году, и как первичную последовательность мы взяли последовательность этого вируса и с помощью программы РНФОЛД предсказали вторичную структуру. Как вы видите, то было предсказано с помощью этой программы то, что вот эти структуры облажают ярко выраженной структурой шпильки, или по-английски stem loop structure. Затем мы проанализировали все имеющиеся на тот момент, это был 2016 год, последовательности, представленные в базах данных, и посмотрели, насколько эта структура сохраняется в течение эволюции или не сохраняется. Вот, соответственно, эти данные представлены на слайде. Если говорить вообще об эволюции, да, то все современные вирусы гриппа, они как раз являются потомками вот этого вируса 1918 года. Вот, если посмотреть на структуру эволюции, то мы видим, что сначала этот вирус эволюционировал, допустим, сначала он был пандемическим, потом он стал сезонным, и вот эта вот структура в первой области, она примерно сохранялась в виде вот этой вот stem loop структуры. Зачем, когда была следующая пандемия, которая привела к образованию вируса H2N2, вот здесь вот на филогенетическом дереве представлено, также у вирусов H2N2 эта структура в целом была стабильна. Следующая пандемия, это была пандемия 1968 года, которая привела к образованию нового вируса H3N2, и вот в этом вирусе ген NS, который также унаследовался от вируса 1918 года, произошло изменение вторичной структуры. В результате образовалась вот такая вот структура, которая уже не является stem loop structure. С другой стороны, если посмотреть на эволюцию вирусов не только человека, а вирусов свиней, вот здесь вот справа это показано, да, то считается, что все современные вирусы свиней, они также имеют происхождение вот этого пандемического вируса 1918 года. Как вы видите, здесь вторичная структура несколько изменилась, вот здесь вот она показана, и, соответственно, в этом виде она сохранялась у всех свиных вирусов до настоящего момента. Почему здесь свиные вирусы важны? Потому что вот этот вот ген NS, который наследовался от 1918 года через свиней, он в итоге передался к вирусу пандемического 2009 года, так называемому свиному гриппу, и вот в таком виде сохранилась вот эта вот вторичная структура до настоящего момента. Параллельно здесь представлены в качестве примера вируса свиней, вируса человека H5N1, это высокопатогенные вирусы, как мы видим, что у них такая вот структура stem loop structure была консервативна и сохраняется так же, как у предков вируса H1N1. Соответственно, аналогичная филогенетическая история была изучена до второй области, здесь я уже не буду так подробно останавливаться, но если посмотреть на современные вирусы, то видно, что вот эта вот шпильчная структура, присутствующая в изначально вирусе 2018 года, она сохранилась в вирусе H1N1, она также сохранилась, ну, с ковидоизменившись, опять же, в вирусе пандемическом H1N1-19 года, вместе с тем в вирусах H2N2 и вирусах H3N2 эта структура исчезла, да, и как мы видим, здесь уже структура stem loop structure мы не наблюдаем. Таким образом, можно четко проследить, что в процессе эволюции, особенно в процессе образования новых подтипов вирусов гриппа, происходило изменение вот этой вот вторичной структуры. Соответственно, ключевой вопрос, хорошо, мы действительно это наблюдаем, мы видим изменение паттерна этой структуры, а имеет ли это какую-то функциональную роль. Соответственно, для того, чтобы ответить на вопрос, мы провели экспериментальную работу, мы выбрали 4 структуры, соответственно, вот они здесь представлены на слайде. Первая это структура от вируса H1N1 в первой области, да, то есть эпичная шпилька. Дальше была выбрана структура, которая является не шпиличной от вируса H2N2 Англия, здесь была взята как бы такая вот референс-последовательность. И, соответственно, две структуры, шпиличная и не шпиличная, были выбраны из соответствующих вирусов во второй области. Соответственно, мы посмотрели, здесь мы специально выбирали те последовательности, которые встречались именно в естественных вирусах, да, для того, чтобы не вносить те мутации, которые в природе мы не наблюдали. Как мы видим, в первой области вот здесь замены представлены красненьким, что эти обе замены нуклеотидные, которые влияют на изменения вот этой вот вторичной структуры, они являются синонимическими, то есть они не приводят к замене аминокислоты. В случае второй области таких вот замен синонимических нам не удалось найти, соответственно, ряд замен, которые мы наносили, в итоге приводили к замене аминокислоты. Вот здесь красно показаны те положения, которые менялись. Почему это важно? С одной стороны, если мы говорим о замене аминокислоты, наверное, мы не можем 100% утверждать, что какую-то роль в патогенезе этого вируса может иметь именно вторичная структура, потому что аминокислоты тоже могут, естественно, влиять, но в то же время, посмотрев по данным литературы, мы не нашли какие-нибудь данные о том, что эти аминокислотные замены действительно могут приводить к изменению каких-то свойств белков НС1 и НЭП. И эти аминокислотные замены, опять же, они определяются с схожими физико-химическими свойствами аминокислотами, поэтому с определенной степенью осторожности мы можем предполагать, что вклад этих аминокислотных замен в патогенезе вируса все-таки не будет существенным, а будет определяться именно нуклеотидными заменами, которые определяют вторичную структуру. То есть на следующем этапе мы использовали метод обратной генетики для того, чтобы собрать вирусы, которые будут идентичны между собой, но при этом будут отличаться только теми нуклеотидными заменами, которыми приводят к изменению пространственной структуры. Прежде чем эту работу провести, нам нужно было каким-то образом доказать, что те инсиликопредсказания вторичной структуры действительно имеют место инвитера, а не просто являются неким компьютерным моделированием, не имеющим отношение к реальности. Здесь мы использовали достаточно простой метод, получили вот эти вот сегменты методом РНК-инвитер-транскрипции и использовали электрофоретическое разделение в денатурирующих и нативных условиях. Вот как видно на данном слайде, электрофоретическая подвижность вот этих вот структур в нативных условиях отличается, что говорит о том, что действительно при идентичной последовательности нуклеотидной у нас наблюдается разная подвижность, определяющаяся различной конформацией вот этих вот структур гены НС. Ну а при условиях непосредственно денатурирующих мы видим подвижность одинаковая. Таким образом мы показали, что предсказание вот этих вторичных структур в НС, оно действительно отличается в реальных условиях. Дальше методом обрамной генетики собрали 4 вида вирусов, условно назвали их 1-1, то есть там, где есть шпильки в обеих областях, 1-0, где шпилька в первой области, 0-1, где шпилька во второй области, и, наконец, 0-0. Это вирусы, у которых шпильки отсутствуют в первой и во второй области. После того, как мы эти вирусы собрали, мы провели определенные анализы методами как инвитро, так инвиво, для того, чтобы определить, есть ли какие-то изменения, свойства этих вирусов, которые определяются конкретными мутациями, которые вносят изменения в эту вторичную структуру. Вот здесь я тогда сейчас подробно останавливаться не буду. Мы изучили инфекционную активность на различных клеточных культурах, на куриных эмбрионах, и показали, что каких-то статистически значимых отличий между этими вирусами у нас не наблюдается. Также мы изучали различные клевые роста этих вирусов, и, к нашему удивлению, не удивлению, но, в общем, тоже каких-то существенных отличий мы не увидели на различных клеточных культурах. В то же время необходимо было посмотреть, если мы не видим каких-то отличий инвитро в инфекционной активности, то, может быть, имеют какие-то отличия на уровне экспрессии, собственно говоря, самого гена НС и трансляции двух белков, им кодируемый НС1 и НЭП. Здесь на данном слайде приведены данные по двум клеточным культурам, когда мы изучали четыре вот этих вот рекомбинантных вируса, которые созданы, и увидели, что действительно есть определенные изменения по уровню гена НС, в первую очередь между вирусами, у которых содержится шпилька в первой области, и вирусами, у которых шпилька в первой области не содержится. На следующем этапе мы проводили метод МФА, дальше метод иммуноблотинга мы также изучили, посмотрели, насколько активно происходит трансляция белков НС1 и НЭП, и здесь, опять же, если посмотреть на картинку, можно увидеть тоже, что есть некоторые отличия, в частности, здесь представлены данные по двум клеточным линиям, и вот видно, что, опять же, какие-то определенные отличия в экспрессии генов НС1 и НЭП, они присутствуют. Дальше, на следующем этапе мы посмотрели уровень МРНК, здесь, как видите на этом слайде, не для одного из этих вот вирусов по уровню МРНК, НС1 и НЭП мы разницы не увидели. Наконец, последнее, мы посмотрели, есть ли какая-то разница в отношении транскриптов НС1 и НЭП, и здесь тоже такой разницы не увидели. Таким образом, пришли к выводу о том, что действительно наличие вот этих вот структур в определенных областях может приводить к изменению экспрессии генов НС1 и НЭП, при этом это изменение регулируется именно на уровне трансляции, потому что на уровне транскрипции никаких значимых отличий мы не увидели. При этом, возвращаясь к предыдущим слайдам, соответственно, мы посмотрели действительно то, что есть изменения на уровне экспрессии гена НС, но при этом инвитро, какой-то существенной разницы инфекционной в титрах мы не увидели, поэтому мы решили посмотреть, может быть, это может отривляться только инвиво, соответственно, использовали мышинную модель инфекции, на первом этапе подобрали все инфекционные дозы, летальные инфекционные дозы, и провели такой вот эксперимент. То есть на 4 типа вирусов мы наблюдали, и что мы увидели? Несмотря на то, что инвитро каких-то значимых отличий нет, инвиво такое отличие все же нам удалось найти. Вот как видно на данном слайде, здесь представлены данные как вирусного титрования, так и данные по уменьшению веса мышей. Вот, и на этом слайде видно, что для одного из вирусов, это вирус 0,1, то есть вирус, у которого шпилька присутствует во второй области, отсутствует в первой области, есть достоверные отличия по патогенности по сравнению с остальными вирусами. Как вы видите, здесь снижена достоверно инфекционная активность на ранних стадиях, и также по убыванию веса мышей этот вирус является менее патогенным. Таким образом, нам удалось показать, что вот эти вторичные структуры, точнее, только определенные их варианты, они могут влиять на экспрессию гена НС, и также для определенных вариантов могут являться неким фактором патогенности, что было подтверждено в экспериментах на животных. Ну, в заключении, да, вот тогда краткие выводы из нашей работы, то, что по предсказанию метода НСИЛИКа, ген НС вирусах гриппа А, человек обладает и неспецифичным паттерном вторичных структур РНК. Соответственно, мы собрали рекомбинантные вирусы, которые отличаются в силу внесенных нуклеотидных мутаций по вторичной структуре, и было показано, что эти внесенные мутации действительно инвитро приводят к изменению этой структуры. Дальше было показано, что отличие в вторичной структуре гена НС МРНК не влияет на репродукцию вируса гриппа в клеточных культурах и в развивающихся куриных эмбрионах. Кроме того, было показано, что комбинация вторичных структур в первой и второй области влияет на трансляцию белка НЭП. При этом образование этих шпиличных структур во второй области и их отсутствие в первой области в гене НС приводит к уменьшению уровня экспрессии белка НЭП в клеточных культурах и на ранних стадиях инфекции. И, наконец, вирусы, которые характеризуются отсутствием шпильки в первой области и присутствием стабильной шпильки во второй области в гене НС обладают более низкой патогенностью по сравнению с другими вирусами. Таким образом, да, это такая вот работа была, на самом деле, достаточно поисковая, но основной ее вывод, можно сказать, к тому, что факторы патогенности и адаптации – это не только аминокислотные замены в белках, то, что мы наблюдаем, но и то, что вторичная структура РНК тоже может играть соответствующую роль. Ну и в заключении хочу поблагодарить остальных авторов этой работы. Это моя аспирантка Ирина Барановская, которая будет темой ее кандидатской диссертации, которую она будет защищать осенью. Также Мария Сергеева, которая активно участвовала в этой работе. И Александра Бродская, которая участвовала в теме в разделе работы, связанной с предсказанием инсилика. Спасибо за внимание.